Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку, которую я сочинил специально для вас. Приятного просмотра! Лесник Игорь уже не раз спасал животных от незаслуженной смерти. Его сердце было наполнено состраданием и любовью к природе, и каждый день он старался делать мир вокруг себя лучше. Однажды, обходя свою территорию, он наткнулся на обессиленного медведя, попавшего в капкан. Зверь был изможденный и испуганный, его глаза просили помощи. Игорь мог пройти мимо, не вмешиваться и оставить медведя на произвол судьбы, но его доброе сердце не позволяло оставить животное наедине с его страданиями. Он решил рискнуть и помочь медведю, несмотря на опасность. Подойдя к капкану, Игорь понял, что освободить медведя будет непросто. Капкан был коварным, и любое движение могло привести к тому, что зверь получит серьезное ранение. Но лесник не смог остаться равнодушным. Он начал аккуратно освобождать медведя, пытаясь не вызвать у зверя еще больше страха. Медведь поначалу опасался, что Игорь может навредить ему, вскоре почувствовал, что лесник действительно стремится помочь. Он успокоился и даже позволил Игорю освободить его от капкана. Когда медведь наконец освободился, он благодарно посмотрел на лесника, словно понимая, что живет в мире, где есть место доброте. Игорь вздохнул с облегчением, увидев, что медведь не пострадал. Он понимал, что его поступок мог пойти не так, как он задумывал, но счастье в глазах медведя оправдало все риски. Теперь зверь вновь был свободен, и, возможно, он поймет, что не все люди такие жестокие, какими их пытаются изображать. Лесник и медведь провели несколько мгновений взглядом друг на друга, словно обмениваясь молчаливым благодарственным посланием. Затем медведь медленно отошел вглубь леса, а Игорь остался стоять на месте, улыбаясь. Его сердце было полно радости и удовлетворения, ведь даже самый маленький поступок доброты может изменить мир к лучшему. Так закончилась эта небольшая история о доброте и сострадании, о том, что сила в добрых поступках, и что каждый из нас может стать лучше, просто открыв в себе место для любви и заботы о живых существах вокруг. Игорь по-прежнему оставался лесником, но теперь его сердце было еще ближе к природе, и он знал, что его поступок не остался незамеченным. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где мои авторские истории выходят каждый день.